Приветствую вас. Я разделяю мнение своей коллеги скилковой Юрины, которые утверждают, что у вас есть определенные страхи. Я думаю, что у вас они действительно есть, потому что на это указывают некоторые нюансы, которые я вам сейчас раскрою. Первое. Через текст чувствуется некоторая закрытость ваша. Даже через текст она чувствуется. Чувствуется, что вы на страшах, чувствуется, что вы напряжены, чувствуется, что вы тревожны. Последнее, конечно, может быть и не так, но в целом, я думаю, что вы не станете этого отрицать. Конечно, на это указывает тот факт, что вы не называете, скорее всего, настоящего имени своего парня, но при этом называете свое имя. Тоже неизвестно, настоящее ли оно, да? То есть вы как бы сначально уже дистанцируете. При том, что вы обращаетесь за помощью, при том, что вы хотите помощь, вы дистанцируете. Этим вы как бы высказываете некое недоверие. Недоверие нам. И вы можете сказать, а с чего мне доверять, ведь вы незнакомые люди. И в какой-то степени вы будете правы, в какой-то степени, вы будете правы, говоря о том, что, ага, ну, что мы незнакомые люди вам. Это верно. Но, есть один момент. Если бы вы полностью доверяли себе, то не вы бы не боялись раскрыть. И именно недоверие, недоверие себе, именно обесценивание внутреннего себя, самой. Ага. И связано с тем, что вы тяжело сходите с людьми, тяжело вступаете в близость. Духовную, интимную. Я бы сказал, что у вас есть проблемы с личными границами. То есть, проблемы с отделением себя у других людей. Либо вы, вероятно, полностью распораетесь в человеке, либо полностью его отвергаете. То есть, такие вот крайности. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Этот момент касается того, что вы не желаете брать ответственность на себя. За то, что делает. Что это значит? Не желаете брать ответственность. Вот, задаете вы вопрос. Спрашиваете вы о том, что восполняют. И, в принципе, это вполне нормально. Но, вы говорите, я хочу узнать мнение других людей, но мне кажется, что поступила я в правил. То есть, вы хотите узнать мнение других людей, считаете, что вы поступили правильно. Это означает, что вы хотите подтвердить свое мнение. Ну, мягко говоря, к психологам за этим не уходят. Психологам не обращаются. Затем, чтобы подтвердить или опровергнуть какое-то мнение. Психологам обращаются, чтобы разобраться в себя. Следующий момент. Правильно. Правильно, неправильно. Очень субъективная история. Условно, мы можем разделить правильность и неправильность поступков на, как бы вот, как раз-таки, на то правильное и то неправильное, что идет из долга, из числа долга. И то правильное и то неправильное и то неправильное, что идет из, хочу, не хочу. То есть, из интеллекта и из чувств. Но, смотрите, чувства, именно чувства, которые указывают на правильность или неправильность, там, правда, не могу сказать, другое слово используется. Но, это не так важно сейчас. Чувства могут быть разными. Чувства могут быть как позитивными, так и негативными. Негативные чувства являются следствием внутреннего конфликта человека, соответственно, искажают. И, понимание правильности или неправильности ситуации. А это означает, что, если вы считаете, что поступили правильно, потому что так чувствовали. Но чувствовали вы, например, обиду, злость, раздражение, гнев, то это не что иное, как искажение реальности, искажение вас. А значит, не совсем то, что отражает вашу личность. Поэтому, здесь очень важно докопаться до правды. Ну и определиться с тем, чего вы хотите. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Мне показалось, что он, мой первый и единственный парень, который появился у меня в 18 лет, может стать долгосрочным партнером. Здесь я хочу вас спросить, как получается так, что в 18 лет вы озабочены тем, чтобы встретить долгосрочных партнеров. Нет, я ни в коем случае не считаю, что вы должны встречаться с кем попало, с кем угодно и так далее, нет. Я говорю здесь немножко о другом. Я говорю о том, что в вашем возрасте вас волнует то, какова будет перспектива отношений. Не то, что вы чувствуете к человеку не ваше собственное развитие, не ваше собственные цели, а именно то, что ждет вас с человеком. То есть наслаждаться отношениями, своими чувствами, вы не можете. Отношения обязательно должны быть долгосрочными. Здесь это очень похоже на контроль. Если это контроль, то данный феномен идеально вписывается в то, как вы к себе относитесь, скажем так. Соответственно, вы решаете здесь проблему контролу. Соответственно, о чувствах, ваших чувствах. На полном серьезе говорить, к сожалению, нельзя. Как нельзя говорить о том, что вы являетесь собой в этих отношениях, потому что решаете проблему как раз таки. И соответственно, нужно, чтобы вы проблему контроля перестали решать. Чтобы позволили своим чувствам выращать себя. Чтобы позволили своим ценностям направлять себя. Но тогда, вероятно, у вас был бы шанс поступить так, как вам кажется верно. Это не правильно. А как верно для вас. И только для вас. Больше, кстати говоря, не для кого. Поэтому все здесь долгосрочные партнеры. Является, как бы, проявлением ваших вероятных проблем. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Вы пишете, мы встречались полгода, были плохие и хорошие моменты. Бывало, я хотел уйти, а он не давал. Здесь, если помните, я говорил про проблему ответственности. То есть, я говорил о том, что вы боитесь взять на себя ответственность за свои действия. Здесь вы, как раз таки, и не берете ответственность за свои действия, перекладывая ее на своего мужчину. Но этого он не давал мне уйти. Да, я хотел, а он не давал. То есть, вы здесь снимаете ее с себя. Выходит, вы ее боитесь, выходит, вы негативно относитесь с одной стороны к ошибке, с другой стороны к выбору. Вот, с этой стороны вы, может быть, считаете, что мужчина должен. Опять же, никто против этого не спорит, что мужчина должен, но есть определенная цена у такого подхода. Всегда казалось, что он реально меня любит. А, нет, а, что он реально меня если не любит, то приятно все очень хорошо. А вы? Какие чувства к нему? Вау. Он все говорит, что любит, говорит, что все будет хорошо и так далее. Что именно все, что хорошо и причем здесь он? Разве не вы сам отвечаете за то, чтобы у вас было все хорошо. Но я не особо верил, потому что у него до меня было восемнадцать. Было пять девушек, там в себе он человек очень вспыльчивый. Ну, раз вы выбираете такого человека, то, наверное, стоило бы как минимум доверять своему выбору. И не имеет значения, что у него было до вас и что он вспыльчивый. Важно, что вы его выбрали. А тут получается, что вы свой выбор оспариваете, вы свой выбор обесцениваете. Снова к вопросу о доверии к себе. Да? Вот. Ну и как бы какое значение для вас имеет вспыльчивость то, что вы говорите у него восемнадцать лет, было пять девушек. Да. Ну, было и было. Может быть, это девушки на одну ночь и ничего серьезного. Да и так вообще, наверное, что вы, опять же, боитесь. Не хватает вам какой-то защищенности, какой-то гарантии? Ага. Вчера он сказал мне, что нравлются ему все меньше. Сказал, что нет того запала, что был ранен. В конце дня он хотел забыть об этом, как будто этого не было. Что это какая-то напасть имбраться на меня выговорится. Он привел меня домой, мы попрощались, я переспала с этой мыслью. Ну, у человека может быть разное настроение, разные вспышки. Вот. Как вы восприняли эту мысль? Приняли ли вы ее на свой счет, скорее всего? Да? Как? Как? У меня есть ощущение, что вы не позволяете человеку слабосты. Сегодня он был на работе, я решил написать, спросил ли он в порядке, зачем? Он ответил, что вчера то чувство, которое его обеспокоило, почти ушло. Это почти убило меня. Вот здесь непонятно. Вот здесь непонятно. Что именно вас убило, если он сказал, что чувство ушло. Что именно вас убило? Как это? Убило. Чем убило. А вначале это, что вы потеряли какую-то уверенность. Это нужно раскрыть. Потому что, исходя из вашего описания непонятно. Я написал, что ухожу. Ну, выглядит как запекание, честно говоря, потому что ничего серьезного, такого глобального не случилось. Ну, просил не писать ему до конца дня, только на работе. Я же своего-то рассказал, что договорить жизни не буду, и все решил. Ну, как-то быстро вы решили такую серьезную вещь после такого момента. Ощущение, что вы к этому готовились. Очень обидно, что я такая дура и верила ему вероятно единственному. На мой взгляд, в этой исправе есть некоторые противоречия. Что именно обидно? Как может быть обидно то, что вы выбираете верить? Еще раз. Верит человек себе. После верит другому. Не очень понятно, как именно человек. Человек вас обманывал. Если только вы считали, что чувство это то, чем человек может управлять. Получается, вы обвиняете человека в том, что у него появились какие-то новые чувства. Но это означает, что вы требуете каких-то чувств от другого. А это, в свою очередь, означает, что нет искренности в вашем взаимодействии. Дальше. Верила, вероятно, ему единственному. Вообще, есть большая опасность в том, что когда кто-то становится, вот как вы говорите, единственным. Потому что единственность означает исключительность, а исключительность означает зависимость. А зависимость означает не свободу, что в свою очередь означает неестественность, страх и так далее. И это вам рассказал, как вы сделали человека. Ага, единственным. Почему он единственным? Как это связано с вашей верой или неверой. Все это очень важные моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Я не блокировал его, признаюсь, потому что хотел, чтобы написал мне снова. Зачем? Писал, что это время было ненужным образом и так далее. Но я боюсь и не хочу тратить время нервы на него, на это все. На что именно? Чего вы боитесь? И почему нервы? Повторю свой вопрос еще раз. Как вы относитесь к человеку? У вас? Какое чувство? Да, мне очень нравится, но что теперь сделать? Как нравится? Всем нравится? На что направлена симпатия ваша по отношению к человеку? Это важно. Это важный момент. Тоже. Дальше. Но все мои расстройства. Расстройство из-за чего? Оно из-за чего вы расстроились? Почему вы ответственность за свое расстройство перелагаете на другого человека? Причем ответственность за его чувства. Человек с вами искренен. На самом деле вас искренность расстраивает и вы перекладываете ответственность за то, что расстроились на другого человека. Так. Так. На сцене расстройство на друге ответил. Если бы хотел уходить, уходи, я тебе не держу. После ничего этого не была бы нужна. Бросил бы. Мне кажется, это отмятки. Бросил ущемленное достоинство. Нет. Это классическая игра в догонялке. Вот есть такая детская игра, когда люди играют в догонялке. В первом случае один человек догоняет, потом он убегает. Потом другой человек догоняет, а после он же убегает. Вот и вы играете в эту игру. В эту игру играют люди, которые боятся близости. Повторюсь, боятся близости. Первая и главная ваша проблема, это то, что вы трудно сходитесь с людьми. Именно это трудно схождение с людьми нужно корректировать. И тогда у вас все будет в порядке. Ну это все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!